Друзьяки, сегодня мы с вами распакуем бюджетный смартфон. Мы распаковывали разные, там, из-за 20 арик, тыры-пыры, там, где-то из-за 30, ну это понятно. А частый вопрос. Илюха, вот, блин, нужно чё-нибудь там в пределах червонца, допустим, да. 10-11 тысяч, чё взять? Озадачился, вот такую штуку нашёл. Зовётся, значит, этот смартфон Infinix Hot 12 Play NFC. Да, кстати, мы его будем разыгрывать среди подписчиков. Как обычно, надо написать комментарий и быть подписанным. Давайте так. Обычно я там 20 тысяч, да, прошу. Давайте, 15 тысяч лайков мы набираем и мы его разыграем. Коммент снизу и быть подписанным. Всё, более ничего не нужно. Итак, значит, я его уже распаковывал, естественно, потому что я им пользовался, да. Значит, он у нас 64 на 4 гига, то есть 4,64 это RAM, ROM, да, ОЗУ, ПЗУ. Здесь у нас сразу говорят о том, что здесь 6000 мА батарейка. Забегая вперёд, он очень долго живёт. То есть реально у него хватает, при обычном, скажем так, использовании, ориентировочно 2 дня, может быть даже вот, если вы будете там, скажем так, не так лайтово, вернее, сильно юзать, то лайтово будете 2,5 дня, точно он выдержит. Далее, значит, естественно же, здесь у нас GPS, Wi-Fi, все это Bluetooth. Это понятно, кстати, по GPS-у хорошо ловит, значит, спутники. Всё окей. Значит, по процессору. Здесь я чё-то так смотрел, смотрел, не понял, чё за процессор, но потом начал гуглить, и я узнал, чё здесь за процессор. Здесь у нас стоит Unisoc 610, то есть это процессор покруче даже тех же самых G35, G37 и тому подобное, процессор от MTK. Значит, чё у него здесь за плюшки? Значит, во-первых, 90 Гц и дисплей 6,82, то есть он большой, то есть реально здоровый. И причём, ещё раз говорю, при его аккумуляторе, 90 Гц обновлений и вот таким огромным экраном, 2 дня, это очень круто. Те же 6000 мА батарейка и 4 плюс 3, то есть возможность расширения, это также было сделано, как и у Realme. Там есть, да, знаете, типа виртуальной памяти, а-ля типа файла подкачки, да. 8 ядер, значит, ну и я уже сказал, что здесь Unisoc. И выглядит он вот так вот, давайте я это дело сниму. Бэмс! Он у нас полностью из пластика, здесь у нас модуль из трёх камер, одна вспомогательная, либо это просто у нас заглушка, я так и не понял, ну похоже прям на заглушку, то есть как таковое. Не знаю зачем это сделано, то есть мне кажется, что это вот две камеры, вот это идёт заглушка. А здесь у нас, значит, датчик отпечатка пальца, по мне он находится высоковато, потому что он и так не маленький, да, большой. И ты когда берёшь, хочется вот сюда, то есть он чуть выше. И я вспомнил, где это было. У нас был уже смартфон, по-моему, камон, по-моему, какой-то 15 прос выезжающий. Не помню точно, но вот точно также было сделано. Значит, по экрану. Вот такой вот у нас здоровый экранчик, здесь уже, значит, поклеена у нас защитная оболочка. И она у нас, значит, с олеофобным покрытием, всё клёво, то есть 90 Гц у нас автоматом включено. Я по настройкам что-то полазил, полазил, и что-то я не нашёл, где это дело выключается. По оболочке, оболочка здесь прикольная. То есть здесь идёт у них сразу, значит, группировка какая-то вот такая, по этим, значит, семействам X-Os, там все дела, да, то есть вот эти все приблуды. Оно сразу раскидано, как-то было изначально так, естественно, управление жестами и тому подобное. И сама вот оболочечка, она как-то сделана иначе. Она называется у нас X-Os, если я не ошибаюсь. Она на 11-ом андроиде, то есть, вот, обновление давайте посмотрим, да, X-Os 10-ое, но, 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 но обновлений сейчас уже нет. То есть я обновился до последних, когда версия андроида 11-ая, вот, от 5 апреля 22-ого года, значит. По объёму в руке он прям вот, я вам хочу сказать, прям такой массивный-массивный. То есть эта штука прям для потребления, скажем так, видосиков просмотра. Поиграть здесь можно и здесь именно начальный гейминг и даже за 10к уже здесь можно поиграть. Я офигел от того, что я в Genshin Impact зашёл, поигрался в него, значит, сколько получается там, 45-50 минут. И никаких вот сильных вот этих фрезов... Ну сейчас загрузится, я вам сейчас не покажу. То есть вот, пожалуйста... Да, кстати, сразу скажу... Здесь монофоническое звучание, к сожалению, не стерео. Хотелось бы, чтобы было стерео, но, увы. По плавности, мягкости вы можете наблюдать. Вообще огоньчик! Ну как-то так, в общем. Пожалуйста! То есть, в принципе, скажем так, тяжёлая игрушка Гена, да? То есть Genshin Impact. Спокойно себе запускается. Да давай уже выйти, да. Не то, что... Запускается это одно! Ну, она здесь играется. То есть ты можешь спокойно поиграть. Да, это, я ещё раз повторяюсь, не игровое решение. То есть не ждите от него Black Shark'овских, там, за 40 тысяч там смартфоны делают. Но, к моему удивлению, очень даже всё неплохо здесь работает. Да, кстати, по плавности и быстроте, значит, отрисовки. Вот, пожалуйста, как он, значит, это... Ширк-ширк. Ну, то есть видно, да, что он не лагучий, не тормозёвый, всё клёво. То есть я ещё раз говорю, держу то, что... Он сейчас вообще стоил что-то 9500 или 9600. То есть ещё дешевле. То есть я не знаю, что там с курсом будет это. Ну то есть он ниже десятки. Сейчас. Вот, ну то есть у разных, конечно, продавцов. Ну то есть 9600, там, 9700, грубо говоря. Да, там ещё можно какие-то купоны, ещё что-то. То есть где вы будете покупать, не знаю. Ссылку какую-нибудь оставлю я снизу, в любом случае можно найти. То есть, но, можно даже не заказав ролики, просто пойти вот так купить у нас здесь за эти же бабки, считай. То есть это ещё один момент. То есть не ждать откуда-то пока приедет. Вот нужен тебе срочно смарт, нужен тебе GPS, нужен тебе, допустим, долгий аккумулятор, нужен тебе нормальный экран. 90 Гц, хорошая батарейка на 6000 мА. Идёшь вот так и прям со с полки ты, со с полки, с полки ты всё это дело покупаешь. Камеры. Камеры здесь бюджетные. Я уже дома отснял, покажу вам сейчас. Но там я снимал видео, естественно же. То есть я тут и селфач тестил. И вот как обычно я это всё тестирую с этим, да? В обычном освещении дома. Ну и любимый, значит, тест. А чё я вам здесь показываю? Я вам любимый тест сейчас покажу. Ну и заодно сейчас я сделаю пару фотографий здесь. То есть селфачок. Академия. Ну... Ну? 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 Селфи-камера здесь бам более-менее. она бывает кстати на улице засветики такие за тебя если сильный пересвет идет есть там засветы но еще раз говорю вот то что короче смотришь смотришь сейчас ну и любимый значит тест на автофокус есть да автофокус ловится ну и собственно по качеству по шумам вы можете наблюдать потемнее вот сюда на струнную а туда туда автофокус у него нормальный для бюджета для бюджетника это вообще офигенский обычно вертикальный салфачок да да потому что все в основном будет снимать собственно вот качество ну норма проверка на волосики проходит прям ништяк салфачок посмотрел вот так вот он пишет видео то есть 4к здесь сожалению нет но опять же я говорю вот этот губозакатывательная машинка мне всегда была рядом то есть я всегда думаю так а хотелось так подожди он стоит блин меньше десятки то есть я не знаю что то сейчас примерно такое с 90 герцовка возьмешь нет илюха ты слишком уже губу заката закатает раскатал то есть за вот эти бабки я еще раз говорю это см а стоп смарт их а хорош то есть есть еще вот момент с этим датчиком отпечатка пальца то есть есть еще скажем так возможно минусы возможно это придирка кто-то уже отвык от вот такого да то есть палец прикладывать разблокировать и вот им подобное хотелось бы да наверное лучше здесь да то есть иметь в клавиши включения сразу взял бамс и на дожал он тебе распознался вот потому что вот тут тянутся немножко так с другой стороны я себе здесь и настроил сразу же распознавание по лицу то есть я вот вам смотрю мне сразу видит то есть я достаточно вот просто бах все он меня узнал в принципе я этим датчиком и не пользовался и он нужен будет только тогда когда вы будете пользоваться а nfc здесь есть да здесь если на фишка мир пей там чуть поставил все ты можешь расплачиваться то есть сейчас вот эти все приколы что а чё делать там все да все оплачивается мир пейм пришел чпок ну вам пожалуйста android смартфоны просто-напросто натягиваю сейчас и плов по полной с этим делом apple этого не может сделать android пожалуйста любой android ставишь вот так вот вот оно распознавание все чпок он тебе сразу как говорится узнает все дела вот и скажем так по внешке по внешке он не кажется слишком вот вот так вот да скажем каким-то дешевкой да то есть он вот как вот те же рил мишки которые стоят по 17 18 20 тысяч вот те же самые блоки камеры сейчас современные снизу у нас тайп си снизу у нас динамик опять же монофоническое звучание повторюсь три с половиной миллиметра джек и у нас под микрофоны и здесь у нас лоток под сим-карты джинк полноценный не гибридный а ты можешь пользоваться двумя симками и ты можешь пользоваться еще и картой памяти если ты хочешь расшарить себе еще скажем больше под твои данные вот такой вот смартфончик по мне по мне вот за эти бабки это просто офигенная это просто находка я считаю так потому что найдите я не знаю сейчас пойдите в магазин и вот если вы найдете ссылку не скиньте или название что сейчас вы придете за девять с половиной за десять тысяч рублей купите с 90 герцами с нормальным процессором которые лучше чем G35 или G37 тех же МТКшек да которые там в рейтмиках стояли и том подобное 90 герц большой значит аккумулятор нормасый экранчик у него да у него кстати 720 экран да то есть у него не HD+, а у него просто HDшка да но этого не видно я не знаю ну вот про зумь про зумь видать что-нибудь что там какие-то пиксели да не увидишь ты я просто показ я этого даже не заметил пока я не полез спецификации там вот этой всей аидой там смотрите тому подобное то есть на глаз ты даже этого не заметил что хотелось бы но это уже придирка но хотелось бы стереофоническое звучание здесь в обе залова просто вот чтобы ты мог спокойно смотреть и не перекрывая здесь ну так вот просто бах и включил это единственное скажем так а ну и чуть пониже опустив вот это было бы классно либо переместив сюда в остальном у меня просто язык не повернется сказать что но вы знаете за что-то вы переплачете нифига такого нет ребята то есть за эти бабки он красавчик вот а что делать чтобы как говорится участвовать в розыгрыше на этот смарт пожалуйста вы все знаете самом начале я вам сказал дерзайте набираем 15 тысяч лайков мы его разыграем спокойненько на стиме как обычно это бывает как то так что думаете вы относительно данного смарта пишите в комментах под этим видео пока Слушай, у меня на самом деле название чуть-чуть неправильнее 12 play nfc Слушай, что длинно? Так название, неправильнее название, знаешь как я разговариваю? Надо было инфинич, что? Какой кот? Возьми смотри, ты хоть как, ты не хоть как-то как Это бота для кота, отдашь? Та ты заболбался, свои розыгры